Меньше месяца в бизнесе уже платят. Дело не в срок, в конце концов. Дело не в срок. Я знаю людей, которые мгновенно стали на какую-то ступеньку, а потом все раз в секунду. Тогда оно может быть нормально, естественно. Согласен? Лучше медленнее начаться, зато быстро закончить. Получить стабильный, пассивный доход, 1200, да, и пойти писать книжку или слушать. И только приезжать и рассказывать на семинарах о своем стиле жизни. Я поработал три года в Барклайне, сейчас мой человек 280 тысяч долларов. Вот я вчера... Там в Гонолуле очень тепло, а сейчас я лечу в Архангельск, там какие-то столбы появились. Вот я хочу там на санках покататься. Правильно, да? Да. И все. У меня шесть машин. Последняя машина Ламборджина, которую я купил, она мне не нравится. Поэтому я купил себе вот еще одну. Ну и вот это мой дом. Я показал, это мой дом. А вот это вот мой второй дом. А вот это вот я вот здесь, а это я вот здесь. А кто я такой? Такой же, как и вы. Только три года назад я начал скалывать в эту футбай. И я сопли не жевался или когда не смотрел работу. И все. И другие говорят, если он может, то и не я. Если она осмогла, то и не осмогла. Вот наша работа. Поехал, чек увеличился. Ну кто такой, что ли? А вперед подходит, а мы с вами поговорим. Кто такой? А вы тоже можете написать что-нибудь? Нет. Наташа, напишите что-нибудь вдохновляющее. Ну что-нибудь такое? Наташа, напишите. Как вас зовут? Валентина, напишите. Дорогой? Коля. Больше работай, как я. А мне все равно. Ты еще не хочешь пока. Представили? А? Да. Вообще, вообще. Он уже самый лучший в мире бизнес. Сетевой бизнес, где еще и мужик. Вообще. И вот я начал полгода этот бизнес назад, спасибо вам, профессия там мне позвонила. Когда я был в страшном пути, никто не знал, что я ищу. Никто не знал, что я ищу. А я уже полгода лопатил. Перебирал одну компанию с другой. Искал, 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 искал. Перебирал, разговаривал, встречался, отвергал. Там был продукты. Я искал бизнес всерьез. Мне нужен был продукт, который бы отличался от всех остальных чек. И я устал что-то доказывать. Просто в основном, я стал говорить, проникнуть. И когда у тебя? Она говорит, дай я это не видел. Да почему? Вот давай вот месяц будешь пользоваться, и у тебя появится одна морщина, уверенца. Понимаешь? Семеном, ребят, мне тут недавно одна морщина, женщина из Тольятти у меня. Оказывается, баба-баба. Вся истина сокрытая. Оказывается, внутри баба-баба есть такая штука, если ее зажрать, то иммунитет, кишка проснет. Может, оно и так, я не знаю, но рассказывать об этом, я как-то не знаю, и про баба-баба надо рассказывать. А тут все, бах, таблетка бросил, ты сюда, а не деньги давай, я сюда. Будь здоров. Всем все понятно. Две машины рядом поставил, у него труба черная, жирная, у меня сейчас стоит за руках. Да, кто понимает? И все, о чем говори. Я искал простой продукт, доступный, понятный для использования. Чтобы не было вот этого наворочного. Знаете, сколько приходится трепать языком, чтобы что-нибудь продать? Те, у кого продукт сложный, или услуга кайфовая. Инвестиционно, пенсионно, чего-то кайфовая. Кофейная, золотая или еще что-нибудь, диаманты, мы куски золота получим. Смешно просто, тут люди нам пожрать не могут найти, куски золота получим. Потому что кусками получают. Вы слышали такое или нет? А в интернете я вообще молчу, что творится в интернете. Поэтому у нас реальный продукт, суфер. И плюс выпуск, смотрите. И плюс карьерный план, да и такой карьерный план, замечательный. И все только начинается, всего только платина. Даже двойных платин нет, я уже не говорю про бриллианты. То есть, вот сегодня, седьмого числа, можно себе поставить стартовую дату. Будем считать, что три года это шла подготовка, жанра в детстве. Три года это просто была подготовка. Спасибо вам, что вам досталось пропахать на брюхе это, извиняюсь за выражение, всю тяжкую работу. А ну, все сейчас стартуют. Согласны? Стартовать надо было. Я работаю, вот я сказал, полгода. За это время у меня образовалась команда 4 тысячи партнеров. В 35 странах мира. Заработал я около 40 тысяч долларов за это время. И мне нравится, что все идет стабильно. Первый месяц полторы тысячи, последний месяц восемь тысячи. А так идет и станет. Повзрастаешь спокойно, стабильно. У меня был трудный месяц, август, когда был курорт, то и все. А потом все сейчас. Сейчас я просто вообще впечатлен, что происходит. Очень мне нравится. Кому-нибудь еще нравится? А кто так не уровень? Слушай, я уже буду говорить. Я говорю, тебя только толплю 17 долларов, заработаю, что-то рассказываю. Есть такие? Понятно. Выйти буду. Но, судя по всему, нет. А времена были тяжелые. В свое время. Вот Оля начинала говорить об этом. Я на флоте служил и был офицером. Я закончил службу. Но уже. И капитан первого ранга на северном флоте. Всю жизнь прослужил на кораблях, на флоте, там за колючей проволокой, спец, всякие разные гарнизоны и так далее, и так далее. И когда страна стала девицей, я принял решение, что я буду лучше в другой жизни жить, чем я буду продолжать службу. У меня была адмиральская ровность, я был такой крутой. И я поехал в Севастополь, где у меня была запранирована квартира с северном флоте. И начинала создать мне 250 долларов в правительство украинское. И я стал зарабатывать деньги. Семья. И я ничего не знаю. Я вообще ничего не умею. Я с 17 лет пошел в военном москве училище. И кроме службы я ничего не знал. Я всегда был на полном впечатлении, когда ходил в форме. И жил мы, от получки и от получки, как все офицеры. 12 квартир я поменял за сформку на полу, 12 приездов. То есть так меня помотало. Но как деньги зарабатывать, я не знал. Я у меня служить родине. А она сказала, пошел. Ну, я пошел. И я начал заниматься тогда время, такое было в бизнесе. Что только я делал. И все так по мелкам. Мозги были кривые, маленькие. Веры в себя никакой. Потому что я тык. Ничего тык. Ничего тык. Ничего. Я торговал творогом. Сметаной, маслом, колбасой. Я, значит, там какую-то фирму организовал. Разорился. И что только я не делал. Потом попала мне книжка, которая называется «Дума и богатей» Наполеона Хилла. И я понял, что тут оказывается я не успешен, потому что я не знаю принципов успеха. Оказывается, надо цель себе ставить. А потом к ней идти. И через полгода я нашел компанию, которая называлась «Гербалайф». На столбе я торговал объявлений там. Иностранная компания набирает сотрудников. Я думал, что ехать придется на Северное море в Норвегию чистить. Так. Я сказал, что замок не привязан допускать. Ты его чистишь, и ты еще должен быть. А? Да. Ветер, тебе дадут. Я торговал объявление, пришел один. Похудеть. Но сама идея, я слушал, идея состояла в том, что ты, не важно там похудеть или поправиться, не важно. Важно, что, ну здоровье всегда важно. Правильное питание тоже. Но то, что ты привел одного, а он другого, а тот другого. А вот это все планица, и это все свое. Вот это меня захватило. И я влюбился в этом бизнес сразу. Да и у меня мозги поставлены таким образом. Меня как бы спасло в этой жизни то, что я читаю книжки. И вот с детства меня уважили. Я читал книжки в детстве. И вот все, что когда мне было совсем плохо, я на себя материал книжки. И я начал читать книжки про сетевой маркетинга. И идея вот этой геометрической прогрессии. Ну все ведь просто. Хороший продукт рассказывал одному. Оно пошло, 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 и ты богат. И потом я везел богатых людей, которые зарабатывают страшно, что я говорю. Две тысячи долларов в месяц. И четыре. Не три по пять. А президенты аж по десять. А кто-то даже говорил, называл сумму аж по сорок. Сорок тысяч американских долларов. Ну это просто, вообще просто, просто, ну, хватит трепаться. Понимаешь? Это невозможно, потому что этого быть не может никогда. Но все равно я видел, что это уже людей. Все это работало. И я начал. Год, два, три, четыре. Лучший мой заработок где-то тысячи долларов, полторы. Иope. У .... Два кусочка. До tauства,акси и котла. Уброшать вам меню свед necesario. Вот аромат особенности. Неважим.